Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Сегодня предлагаю рецепт простых пирожков. Начинка будет очень простой, но при этом вкусной. Такую мало кто делает, а зря. Она такая пикантная, сочная, состоит просто из отварного риса, лука, моркови и маринованных огурцов. Подойдут и просто соленые. В данном случае это будут постные пирожки, но такую начинку можно использовать с любым тестом. Обязательно попробуйте, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, в миску кладу несколько столовых ложек муки от общего количества, столовую ложку сахара и сухие дрожжи. Можно также взять и сырые, прессованные. Наливаю теплую воду, хорошенько размешиваю до однородности, накрою и оставлю в теплом месте минут на 20-25. После этого добавляю рафинированное растительное масло, соль и хорошенько размешиваю. Постепенно добавляя муку, замешиваю тесто. Я использую муку первого сорта, поэтому если вы берете высшего, возможно вам понадобится другое количество, корректируйте. Готовое тесто перекладываю в миску, смазанную маслом, накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа. Для начинки несколько маринованных или соленых огурчиков потру на крупной терке, лишнюю жидкость солью. На растительном масле обжариваю лук с морковкой, добавляю тертые огурцы и слегка обжарю все вместе. Беру вареный рис и выкладываю туда овощи. Добавляю соль, специи, хорошо размешиваю. Все, начинка готова. Тем временем тесто подошло. Выкладываю его на подпыленный мукой стол и обминаю. Затем тесто нужно разделить на желаемое количество частей. Я обычно делю на 14. Каждый кусочек скатываю в шарик, выкладываю на стол и накрываю пленкой. Беру по одному шарику раскатываю лепешки, не очень тонкие, выкладываю побольше начинки и залепляю края, формируя пирожок. Таким же образом делаю остальные пирожки. Если вы планируете их запекать в духовке, значит складывайте на застеленный противень. Накройте пленкой и дайте постоять еще минут 20. Я же сегодня буду жарить на сковороде. Выкладываю на небольшое количество разогретого масла пирожки и жарю с одной стороны на умеренном огне. Количество масла выбирайте на свое усмотрение. Жарьте хоть во фритюре. Накрываю крышкой, затем переворачиваю пирожки и довожу до готовности опять под крышкой. Затем отдельно поджарю бока, уже без крышки. Ну вот пирожки готовы. Напомню, что в горячем виде их не следует класть друг на друга. Снаружи они получаются хрустящими, а внутри мягкие и нежные. А начинка очень вкусная и ароматная. Для большего аромата добавьте в начинку укроп. Он может быть как свежим, так и сушеным или замороженным. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. Кстати, у меня на канале уже есть подобный рецепт, но там в начинку добавляется печень. Ссылку я оставлю под описанием. Обязательно пишите комментарии, вам не трудно, а я буду рада. И подписывайтесь на канал Есть-Поесть. Впереди еще много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.